Итак, друзья, после нашумевшего, что почем с RAV4, многие из вас просто умоляли пригласить Сашу в инфокар, а мы с Ярославом давно хотели запустить рубрику новостей и решили, что возможно это судьба. Итак, для нас это эксперимент, для подписчиков канала Бэкстейдж это своего рода эксклюзив. А есть ли у всего этого перспективы и получится ли из этого что-то крутое решать вам? Пишите в комментариях, ставьте лайки, а мы будем пробовать. Это будет первый блин, скорее всего он будет комом, да и новости сегодня будут просто ради примера. Поехали! Приветики. Заново сейчас. Приветики, приветики. Так, приветики, приветики. Ага, я знаю вас, вы потом повставляете вот эти. Приветики. Да что ж такое, я с этим выпуском. Приветики. Да что, ну блех. Приветики. Это новая рубрика на инфокар, я ее ведущая Александра. Сегодня мы с вами поговорим о автомобильных новостях мира и немножко над ними посмеемся. Итак, в этом выпуске. Охота на украинских пешеходов, спортивный мотоцикл из будущего, новые фишки Теслы и ржавое ведро по цене Porsche Cayenne. Заводи мотор и поехали! Отличные новости. Сезон охоты на украинских пешеходов открыт. Во Львове теперь можно официально отстреливать пешеходов, которые перебегают дорогу в неположенном месте. Так сказать, сокращать поголовье оленей. Правда, отстреливать их можно пока только полицейским и только финансово. Даже немного жаль. Всего за две недели полицейские на одном проспекте успели накосить более пяти сотен слишком умных, которые поренились пройти... До пешеходного перехода. Да, именно до него. Это ж золотая жила для гаишника. У меня такого опыта немаааа. Автомобилисты наблюдали за парадом оленей с особым интересом. Где же еще посмотреть на такое шоу бесплатно, без регистрации смс? Оштрафованные пешеходы почему-то остались недовольны. Вот цитата одного из них. Ну, б***ь, ну, б***ь, 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 на тебе, б***ь, штрафовали, зашел, ну, б***ь, еще бабло платит. Компания Кертис Моторсайкл представила спортбайк, который разгоняется до сотни за 2,1 секунду. Работает он полностью на электричестве. Встречайте, Зевс. Ярик, какого черта? Сори, сейчас все будет. Работаем. Итак, у Зевса будет электромотор на 140 кВт и 190 лошадок, так что он сможет без проблем потягаться в скорости с Кавасаки или Дукатти. Только нужно батарейки менять вовремя. В целом, агрегат достойный. Правда, стоить он будет 60 тысяч долларов. Да-да, забота об экологии очень дорогой удовольствие. Я бы даже сказала, чересчур. Сколько с новостями работаю, все никак не могу привыкнуть к ценам. 60 тысяч долларов за двухколесную. И? Это ж квартира в Киеве. Да ладно, блин, я взял. По-моему, я бы. Браво! Браво! А вы бы бросать эти розы у вас. Ух ты, там Тесла дальше. Это уже треть. Там их всего четыре. Итак, продолжаем. Электрокары Тесла научатся самостоятельно объезжать ямы на дорогах. Илон Маск анонсировал, что система автопилота будет еще круче. Наконец-то украинские автомобилисты получат автомобиль, который подойдет к украинским дорогам. Но это не точно. Вряд ли Маск рассчитывал на такое количество ям и кратеров. А еще Тесла научится будить водителя, если подумает, что он уснул. А если не получится, то припаркует его автомобиль возле обочины. Да-то я понимаю уровень заботы. Еще бы пледиком укрыл. Мол, если кожаный мешок уснул за рулем, то под встречной фурой нам, в принципе, делать нечего. Бачком-бачком и на парковку. И если честно, то мне немножко страшновато, куда движется прогресс. В тотнажды моя машина посчитает, что я слишком тупая, чтобы ездить за рулем. Хотя да, о чем это я? Я только шестого раза на права сдала. Уху, четвертая, последняя новость. И напоследок, как вы считаете, можно ли продать полторы тонны металлолома по цене нового Каена? Конечно, можно, если этот металлолом Porsche 356, 56-го года выпуска. Легенду автопрома, которая сейчас больше похожа на ржавое ведро, продает за сколько? Блин, вы видели? 89 штук баксов за это г***о. Они оху**ые, кажется. Этот прекраснейший чудо-автомобиль за 89 тысяч долларов требует полной реставрации. Там сгнило все, что только можно. А в днище такие дыры, что можно одновременно ехать на машине и идти пешком. Идеальный вариант для тех, кто хочет страдать. Просто для справки, базовая комплектация Porsche Cayenne обойдется примерно 80 тысяч евро. Мощь, скорость, красота за те же деньги. На что надеяться продавец ржавого ведра? Непонятно. Возможно, он просто в край ах... Саша! Ладно, ладно. Мы желаем продавцу всяческих успехов. Я лично буду следить за продажей этого ведра. Вот и все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. Ставьте руки... А как там руки? Как? Ставьте пальцы вверх. Нет, пальцы вверх это вот эти. Ставьте пальцы вверх. Больше комментов богу комментов. Не превышайте скорость и меняйте масло. Чао какао. Чао какао. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание. Я действительно очень сильно переживала. Мне очень важно ваше мнение. Пишите ваши комментарии, пожелания. Хотите ли вы видеть подобные новости? Получилось ли у меня это? Я буду очень признательна за вашу помощь. Спасибо вам.